Привет, друзья! Вы на канале Дневники Хирурга. С вами врач-хирург Кутепов Денис, первая категория, стаж работы 9 лет. И сегодня, как всегда, поговорим на актуальнейшую тему лечения варикозной болезни. Актуальность этой темы сложно переоценить, потому что болезнь очень распространена. Каждый день на приём ко мне приходят десятки людей с варикозной болезнью. Это, наверное, процентов 30 от приёма. И сегодня я вам расскажу про лечение варикозной болезни. Разберём все виды и аспекты лечения. Консервативное, малоинвазивное, оперативное, радикальное лечение. Я вам дам дельные практические советы, что из лечения важно на самом деле, чем можно пренебречь или, мягко говоря, забить. Погнали! Итак, варикозную болезнь можно лечить консервативно, малоинвазивно, то есть с малейшим вмешательством в организм, либо радикально, операционным способом. И давайте промоем косточки каждому этому способу лечения. Первое, с чего мы начнём, и с чего обычно всегда начинается в начальных стадиях, при первых обращениях, это консервативное лечение. Что оно в себя включает? Это флеботоники, компрессионный трикотаж, кроверазжижающий, так называемый препарат, это дезагреганты и антикоагулянты. Ну и местное лечение, то есть наши любимые мази. Ну и давайте разберёмся, что к чему. Флеботоники. Это такие лекарства, как правило, таблетки, которые укрепляют якобы тонус вен, повышают тонус, вроде как прочность вены, снижают проницаемость сосудистой венозной стенки и вроде бы как защищают от варикоза, по заявлению рекламодателей. Но, друзья, это не совсем так. Сразу скажу, что вылечить варикозную болезнь флеботониками просто нереально. Дело в том, что варикозная болезнь это всё-таки в основном генетическое заболевание, генетическая предрасположенность. То есть в геноме как-то прописана слабость венозной стенки, в результате чего вены ног не выдерживают нагрузки, создаваемые давлением крови. И постепенно вены начинают расширяться, деформироваться. Ну и вот подумайте сами, как какая-то таблетка, флеботоника, даже там суперкрутого, дорогого, как она может изменить геном, изменить генетический код и вылечить вашу болезнь? Никак. Конечно же, польза от них есть, но в плане просто замедления прогрессии заболевания. И часто пациенты ко мне приходят и говорят, доктор, ну я же лечусь, я вот пью таблетки, рекламируют, что ваши вены там будут, как у младенца, грубо говоря. А ничего не помогает, у меня всё равно варикоз. Он не проходит. Ну, конечно же, он не пройдёт. Как он может пройти от таблетки какой-то? Либо от мази флеботоника, тем более вены, которые уже сформировались, расширились, обратно они не восстановятся от таблетки. Ну как? Ну опять же, я не агитирую то, что эти таблетки пить не надо. Польза от них всё равно есть, но только в комплексе. И не в плане излечения, а в плане задержки развития заболевания. Более медленно оно развивается. Но это ведь, собственно, тоже хорошо. Что касается мазей, пользы в них ещё меньше. Да, это проще, удобнее, не надо ничего пить. Помазал люди у нас очень любят помазать. Если доктор не назначил что-нибудь помазать, то, как правило, это у нас плохой доктор. Ну, так вот издревле у нас как-то сложилось. Это стереотип такой, и побороть его крайне трудно. Поэтому мазей очень много, доктора назначают мазей, и даже и я назначаю мази. Но больше это, так, знаете ли, для успокоения самого пациента, и чтобы он там не выходил потом и не говорил. Вот, не назначил помазать, плохой доктор. Конечно же, никакие мази варикоз не вылечивают. Единственная польза от мазей бывает при тромбофлебите, когда воспаляется и тромбируется вена. И в таких случаях обязательно назначается гепарин, содержащая мазь. Вот, она-то действительно показана и реально лечит, помогает от тромбофлебита. Но от варикоза все эти флеботонические мази, ну, такое себе. Следующий пункт в консервативном лечении это кроверазжижающие, так называемые, препараты. Антигоагреганты, антикоагулянты. Я думаю, говорить о том, что кроверазжижающие препараты не лечат варикоз, смысла нету, потому что и так понятно, жидкая кровь не вылечит вас от варикоза. Но приём этих препаратов довольно-таки важен, потому что варикозная болезнь – это предрасполагающий фактор к тромбозам. И мало того, к тромбофлебитам местным, так ещё и к риску тромбоэмболии. То есть, когда формируется тромб в венах ног, отрывается оттуда и улетает куда-нибудь в головной мозг, в лёгкое, в сердце. Очень грозные, страшные, опасные заболевания, особенно в послеоперационном периоде, особенно у тучных людей, у малоподвижных людей. Это как бы сплошь и рядом. И для профилактики вот этого вот состояния кроверазжижающей, в принципе, обязательно ни в коем случае ими не пренебрегать. Как правило, достаточно антиагрегантов, то есть, аспирин, содержащий тромбоаз, ацикардол, кардиомагнил. Но в более выраженных ситуациях назначаются либо в дополнение, либо отдельно антикоагулянты. То есть, это препараты пентоксифилина, клопидогрел, курантил и прочие. И последний пункт консервативного лечения – это компрессионный трикотаж. И вот этот пункт, друзья, самый важный. На этом я прям хочу заострить внимание. Потому что, как правило, к этому пункту относятся пациенты пренебрежительно. А ну да, не пояснил. Компрессионный трикотаж – это либо эластические чулки компрессионные, либо эластические бинты. Ну так вот, относятся к ним пациенты, как правило, пренебрежительно, а напрасно. Потому что в консервативном лечении варикозной болезни я бы поставил этот пункт на первое место. Я часто даже говорю своим пациентам такую фразу. Пока вы в компрессионном трикотаже, в бинтах или в чулках, можете считать, что у вас варикоза нет. И это действительно так. При грамотно подобранной компрессии, при грамотно подобранных чулках, хорошо забинтованных, правильно забинтованных ногах, вены поверхностные варикозные спадаются. И кровь по ним практически не циркулирует. Во-первых, это снимает нагрузку с поверхностных вен, и, соответственно, прогрессия заболевания приостанавливается полностью. Почему слабые вены расширяются и варикозно трансформируются, деформируются? Потому что на них давит столб крови. А когда вы в бинтах или в чулках, ничего на них не давит. И, соответственно, не может быть никакого развития дальнейшего заболевания. Я думаю, что это вполне логично и понятно. Но, как показывает практика, не всегда люди это понимают. Даже зачастую, наоборот, не понимают. И второй положительный момент в плане ношения компрессионного трикотажа это ускорение кровообращения, кровотока в глубоких венах. А ускорение кровотока в глубоких венах это, опять же, хорошая профилактика тромбозов, тромбоэмболии. Чем быстрее течёт кровь, тем менее вероятно формирование тромба. Потому что тромб формируется либо в случае очень медленного кровотока, либо в случае каких-то завихрений крови. Опять же, как бывает в варикозных, там они трансформируются, углы и всякие изгибы. И вот в этих изгибах происходит завихрение и клетки крови, они начинают сбиваться, сталкиваться друг с другом. И формируется тромба. Когда забинтованы поверхностные вены, то есть у вас нету никаких деформаций и изменения кровотока, и плюс ускорен кровоток по глубоким венам, это прекрасно. Риск тромбоза минимизируется очень-очень сильно. Но, опять же, компрессионный трикотаж и эластические бинты-чулки, они не вылечивают заболевания. То есть, пока вы в бинтах и в чулках, у вас нету его прогрессии. Вообще нету. Как только вы их снимаете, пошла нагрузка на вены, если это не ночь, если вы находитесь в вертикальном положении, пошла нагрузка на вены, и ваше заболевание продолжило прогрессировать. Ну и если вы хотите ограничиться консервативным лечением, и чтобы ваша болезнь не прогрессировала вообще, тогда вам придётся ходить в компрессионном трикотаже просто всю жизнь и постоянно. Соответственно, на первых порах это неудобно и непривычно. Это практически меняет вообще весь привычный темп жизни. И поэтому пациенты не любят. Не любят, начинают вроде поначалу их носить, а потом бросают, неудобно, летом жарко. Ну и прочие-прочие такие вот отговорки. Хотя привыкнуть можно. Человек может привыкнуть абсолютно ко всему. Так же, как люди с плохим зрением привыкают носить пожизненно контактные линзы, но сравните, либо забинтовывать ноги, либо вставлять каждый день, каждое утро себе инородное тело в глаз, и ходить с ним, а каждый вечер вытаскивать, ну тоже ведь неудобно. Но люди смиряются с этим, привыкают, и впоследствии уже это не замечаешь. То есть, это становится такая процедура, обычная, как почистить зубы, умыться. То есть, по утрам мы вроде бы всё это делаем, это всё занимает время, но настолько внедряется в привычку и в обычный ритм жизни, что становится незаметно. Так же можно привыкнуть и к ношению компрессионного трикотажа. Просто нужно время, нужна выдержка, терпение. Но не каждому это дано. Значит, что лучше, чулки, либо бинты, как их правильно выбрать, подобрать, одеть и забинтовать, я думаю, что стоит выделить для этого отдельную тему в отдельном видео, потому что информация тоже довольно-таки важная и большая. И как бы так вот галопом по Европам не хотелось бы. Поэтому смотрите в новых видео. Ну вот, мы разобрали консервативное лечение. И, как вы поняли, в нём нет ни одного пункта, который бы вылечил вашу варикозную болезнь. Вылечил полностью. Ну а теперь перейдём к более серьёзным, но и более действенным методам лечения. Следом по нарастающей у нас идёт малоинвазивное лечение. Что это такое? Это склеротерапия. В варикозные вены вводится специальное вещество, так называемый склерозант, который, если говорить простыми словами, как бы обжигает стенку вены изнутри, то есть создаёт её ожог, грубо говоря. Механизм там немножечко другой, но для простоты и упрощения я говорю так. То есть стенка варикозной вены изнутри обжигается однократным введением этого укола. Далее одеваются эластические бинты либо чулки, и стенка, обожжённая стенка, слипается, и, соответственно, раз она обожжённая, она начинает, она не просто слипается, а начинает срастаться. То есть обе стенки противоположные, они срастаются с друг с другом. После укола склерозанта чулки, бинты носятся в пределах 3-4 недель. И за это время стенка вены полностью слипается и срастается. Вот это уже более действенный способ. И вот это уже, можно сказать, практически излечивает варикозно-расширенную вену. Но излечивает именно варикозно-расширенную вену, но не всю болезнь. Это не защищает вас от возникновения в последующем новых варикозных вен. Потому что генетическая предрасположенность сохраняется, провоцирующие факторы сохраняются, сброс крови в вены также сохраняется. Скорее всего, эта вена, которую лечили, у вас больше не расширится, если всё грамотно правильно сделано. Но со временем может сформироваться где-то рядышком либо в другом месте ещё вена. Но это опять же со временем. И если учесть, что процедура склеротерапии довольно-таки простая, малоинвазивная, то есть это просто обычный укольчик в вену, в вену ноги, то в принципе если учесть этот фактор, то не так уж и плохо и получается. Ну ладно, со временем там когда ещё через год, может быть два, сформируется у вас новая варикозная вена, ну пойдёте ещё раз уколите, сделайте укольчик. Это же буквально там 15-20 минут. И всё, и опять же и дальше спокойно. По мне так метод весьма достойный. И сейчас в клиниках флебологии он всё больше и больше внедряется, усовершенствуется, прогрессирует. То есть, если раньше была обычная склеротерапия, то есть просто выводили склерозан, сейчас уже разрабатываются всякие пенные методы склеротерапии, когда этот склерозан взбивается в пенку, то есть он увеличивается в объёме за счёт этого, и меньшим количеством препарата можно вылечить большее количество вен. Так что пациентам, которые хотят действенный метод, но боятся чего-то более радикального, вмешательства оперативного, прекрасный метод, советую, рекомендую. Склеротерапии мы поставим лайк. Ну а теперь переходим к тяжёлой артиллерии, которая помогает излечиться от варикозной болезни навсегда. Это, естественно, операция, друзья. Конечно же, здесь тоже есть разные методы операции, более радикальные, менее радикальные, традиционная флебоктомия, либо лазерная. И в некоторых случаях тоже, конечно, возможны рецидивы. Суть каждого метода, плюсы и минусы радикального лечения варикоза я, пожалуй, тоже вынесу в отдельную тему. Смотрите, следите за событиями. Сейчас расскажу просто смысл операции флебоктомии, удаления вены. То есть удаляется большая подкожная вена. Это так называемая главная поверхностная вена. Можно её назвать королевой варикозных вен. Потому что все остальные варикозные венки, которые на ногах формируются, это как бы её подданные. Потому что все они исходят из неё. А основные клапаны, которые способствуют продвижению крови снизу вверх, все основные клапаны находятся именно в большой подкожной вене. И когда большая подкожная вена расширяется и клапаны, грубо говоря, при расширении клапаны вот так смыкаются, а когда вена начинает расширяться, эти клапаны расходятся и тоже и тонус теряют, и, грубо говоря, клапаны уже не работают. И весь столб венозной крови, который поднимался вверх к сердцу, он начинает обратно давить и расширять ещё сильнее большую подкожную вену, а от неё уже все притоки расширяются и тоже деформируются. Конечно, есть ещё другие сообщения между глубокими сосудами и поверхностными венами, это так называемые перфорантные вены, то есть, такие мостики, которые соединяют глубокий ствол и поверхностные вены, то есть, перфоранты, они тоже должны быть при операции перевязаны либо коагулированы в зависимости от метода. Так вот, когда мы удаляем при операции большую подкожную вену, естественно, мы убираем основную причину варикоза других вен, её притоков. Больше нету сброса из этой главной вены в её притоке, а при перевязке перфорантов нету сообщений с глубокими сосудами. И, собственно, устраняется основной механизм развития варикозной болезни. Генетический код, конечно, мы поменять не можем, но основной механизм вот этого развития, на него мы можем вот так повлиять операцией. Ну, и это единственная возможность избавиться от варикоза навсегда. Ну, что ж, надеюсь, информация была для вас интересна. На канале будет ещё много интересного и полезного видео, поэтому подписывайтесь, нажимайте колокольчик. До новых встреч, пока!